Добрый день! В эфире YouTube-канала Музей Нестерова Онлайн продолжение цикла «Изгнанники мира». Наш второй персонаж – великая княгиня Мария Павловна и её родные. В первой серии мы поговорим о её жизни в России до революции. В происхождении воспитания не готовила внучку императора Александра II, великую княгиню Марию Павловну, к жизни с материальными лишениями, к необходимости работать, чтобы прокормить себя и семью. Её долгую жизнь разделила надвое суровая чёрная полоса – революция. 28 лет жизни на родине и вторые 40 в изгнании. После революции пришлось выстраивать заново своё бытиё и мировоззрение, свои привычки, желания, обязанности, но уже без всяких скидок на царское происхождение. В мемуарах на старости лет она описала себя в самых разных жизненных коллизиях, в которые судьба ввергала её. «Изгнание меня многому научило», – признавалась Мария, оставляя за скобками свои эмоции юности. «Столь же драматичная и исполненная надежда жизнь выпала на долю многих моих соотечественников, и часто она была по суровее моей», – признавалась Мария Павловна. «Россия была и остаётся непредсказуемой», – заключает она. Мария не даёт ей оценок, но всю жизнь она хранит две награды в своём саквояже. Это Георгиевский крест за храбрость, полученный ею на Прусском фронте в Первую мировую, когда она, юная сестра Милосердия, спасала из огня раненых солдат и офицеров с поля боя и под бомбёжками помогала на операциях, не зная, будет ли жива к следующему дню. Это и золотая медаль Парижской выставки Ардека, полученная ею уже как владелицей французского дома моды Китмир и как сотрудница легендарной Коко Шанель. С этой медалью, полученной уже в послевоенное время, великую княгиню Марию Павловну из рода Романовых признал Советский Союз. А в перестройку бывшие соотечественники Кутюрье с увлечением внимали истории о трудностях, лишениях, взлётах и падениях, постоянному труду в напряжении всех физических и душевных сил, в котором добивалась своих высот, скромная героиня мексиканского сериала «Просто Мария». Её создатели написали сценарий по мемуарам великой княгини Марии Павловны, добавив латиноамериканского антуража. Но исполнительница главной роли Виктория Руффа, приезжая в СССР, не удумевала, почему все её зовут только Мария. А в лице её героини, великая княгиня Мария Павловна, завоевала, пожалуй, свою третью награду – всенародное признание, любовь и уважение к своей родине, от которой она никогда не отказывалась, хотя и была вынуждена покинуть родину дважды, и не по своей воле. Когда рушится общественный строй, и целый класс людей снимается с места, в буквальном смысле лишается крыш над головой, жизнь не торопится приютить их, позаботиться. Я старалась показать трудности, с какими мы столкнулись, и как сумели их преодолеть. Психология людей, переживших крушение налаженной жизни, более или менее схожи, определяющей становится борьба за существование. Жизнь у Марии складывалась из потрясений. С самого раннего детства ей было всего полтора годика, когда скончалась её мать. С младшим братиком сироты были взяты в семью своих тёти и дяди, потому что отец стал строить свою личную жизнь отнюдь не по законам царской семьи и поплатился за маргантический брак не только возможностью занять в будущем российский престол, но и родиной. Николай II изгнал своего дядю с его новой семьёй из России на долгие годы, пока росли старшие дети. Девушкой Мария была выдана тётей замуж за шведского принца и в будущем могла претендовать на право стать шведской королевой. Но жизнь на чужбине не сложилась. Мария вернулась по собственному желанию в ставшей невероятно любимой Россию, чтобы вместе с ней пройти через тяготы войны и революции, а потом стать изгнанницей, более народу ненужной, с определением осколок старого режима. Сама она описывает жизнь на чужбине, как цепь из трёх звеньев. И первый три года она назвала жизнью во сне. Перелом в судьбе Мария Павловна назвала так потому, что восприятие перемен у неё шло словно через дремоту, когда волнуют лишь личные утраты, вроде смерти младшего сына, гибели тёти, сводного брата, расстрела отца и братьев. Это всё происходило с осознанием ненадёжности почвы под ногами. Второй этап привёл к пробуждению и переоценке всего вокруг с честолюбивыми порывами, переходом от бездействия к борьбе, с надеждами и разочарованиями, ответственными решениями, рассыпавшимися в прах убеждениями, с выстраиванием своего нового независимого мира, испытанием своих способностей на пределе сил и с радостным достижением целей на восьмом году. Уже с верой в свои силы и умением взглянуть жизнью в лицо, она ненадолго покинула Европу в двадцать девятом году, но впоследствии всё же вернулась, чтобы поддержать брата и старшего сына, ставшего уже кронпринцем Швеции. Но он тоже решил принести в жертву будущую корону и свой шведский трон ради женитьбы на простой девушке и скромного титула графа Бернадотта. Его потомки не так давно приезжали в Россию, чтобы познакомиться с народом и страной своей бабушки и прабабушки, однажды сказавшей, «Старая Россия кончилась и никогда не возродится». И этим она ответила брату на его мечты о реставрации монархии, на возвращение в отчизну, из которой они, спасшиеся Романовы, тосковали. «Не скоро на смену революционному ожесточению придут свобода и порядок», мудро замечала Мария Павловна. «Но на революционной лихолетии ни тяготы изгнаний, ни уходящие годы не переменяют моих чувств к родине. Наверное, я никогда уже не увижу Россию, но я горячо желаю ей процветания», пишет она в 1958 году. «Настанет день, когда она скинет с себя подмявшие ее злые силы, и, как знать, не суждено ли будущее России, вернувшей себе достоинство, очистившейся и умудренной страданиями, сказать потрясенному миру новое слово, в котором и она сама отчаянно нуждается». Первые годы своей жизни Мария вспоминала через призму семьи. Ее олицетворяли для нее дружившие между собой младшие сыновья Александра Второго, Павел и Сергей. Они были близки по возрасту, схожи по интересам, и неудивительно, что детей одного, не задумываясь, приютил другой и воспитывал их с большой нежностью и любовью, раз Бог не дал родных. Братья женились почти все в раз. Серж с Эллой в 1884-м, Оль с Александрой в 1889-м, Ники и Алекс в 1894-м. В юности отец, Павел Александрович, отличался задумчивостью и был домоседом. Но впоследствии они с Сергеем пристрастились к театру, домашнему, эрмитажному. У Павла не просто открылся талант чтеца и декламатора, а также способности драматического актера. Его игру смотрел прославленный трагик Сальвини, об отшедшем молчанием исполнение своих ролей более высокими сановными особами. И лишь в отношении великого князя Павла Александровича он молвил, какой поистине великолепный талант погибает для сцены. Но жизнь великого князя Павла, как его звали дома Поля, была предопределена более чем трехсотлетними традициями дома Романовых. Они шли служить по военной части. Но даже в Гродненском гусарском полку Павел прославился как искусный танцор. А вот Серж выглядел замкнутым, холодновато-учтивым, элегантным и жестковатым. Но в глубине души он был очень религиозен и чадолюбив. Он сожалел, что не может быть веселым и беспечным, как вся золотая молодежь. А серьезен и деловит, как старик. Но он занимался обустройством Москвы. Балам же суждено было не раз круто изменить жизнь Поля, его брата. Мазурка в Константиновском дворце решила его судьбу в 24 года, когда он танцевал со своей двоюродной племянницей Александрой, греческой принцессой и внучкой Александра II. Вальс, на который он в свои 27 лет пригласил Татьяну Юсупову, породил историю, достойную пушкинской Татьяны Лариной. А затем в вихре танца он, овдовевший 32-летний Бонвиван, закружил жену своего сослуживца Ольгу Пистелькорс, в результате чего она приняла решение о разводе. А Николай II ответил высылкой из страны новой семьи, в которой родился талантливый поэт и переводчик, сводный брат Марии Павловны Володи и двое его младших сестер. Уже о жизни великого князя Павла можно было писать роман, столько событий выпало ему на роду. Отразившись и на судьбе близких ему людей, в истории мировой культуры, как русской, так и европейской, здесь были задействованы даже разные цивилизации, к примеру, греческая, датская, немецкая, английская, шведская, русская. Король Греции Георг получил греческий трон в 17 лет, а по рождению был датским принцем Костианом Вильгельмом Фердинандом Георгом Шлезвинг Гольштейном. А его сестра Мария Федоровна стала супругой русского царя Александра III и матерью Николая II. По политическим соображениям Георга женили на дочери великого князя Константина Николаевича, брата Александра II, русской княгине Ольги. Она жила на острове Корфу. В Павловске, под Петербургом, тоже было ее любимое место жительства. Георг и Ольга горячо полюбили друг друга. В браке родилось семь детей. Одной из дочерей Александре придется стать русской великой княгиней. Она выйдет замуж за Павла, родит героиню нашей истории, Марию Павловну, а следом Дмитрию, который будет стоить ей жизни. Начав выезжать в свет, на своем первом балу в России Александра пройдется в танце с человеком, которого полюбят с первого взгляда, и через четыре года на ее восемнадцатилетие зазвучат для них свадебные колокола. Со своей стороны, оставаясь обворожительным кавалером, Поль тоже отдаст тогда ей свое сердце и не заметит, как от этого разобьется другое, тоже на балу. Это будет сердце юной Татьяны Юсуповой, представительницы богатного и знатного рода меценатов и коллекционеров с их таинственным персидским прошлым. Николай Борисович Юсупов просил у Александра II особого разрешения жениться на своей кузине, дочери послава Франции Татьяне Рибапьер. Жизнь Николая Борисовича Юсупова и Татьяны Рибапьер прошла на берегу Женевского озера, на вилле Татьяне. Частые роды истощали организм молодой матери, и желанный сын не прожил даже двух месяцев, вызвав у Татьяны затюшную чахотку. Она боролась с нею на благотворительных лотереях и музыкальных вечерах, обращая на себя внимание красотой, блестящей беседой, чистотой души. Это притягивало к ней сердца людей. Ее дочери Зина и Таня лишились матери в юном возрасте и едва не умерли от горя. Хотя рядом был и любящий отец, и гувернантки, девочки проявляли успехи в занятиях живописью, музыкой, поэзией. Татьяна часто играет со своими дядьями, близкими ей по возрасту, скорее братьями, Сержем и Полем. Серж вскоре женится на Элли, великой княгине Елизавете Федоровне, сестре царицы. Зина выйдет за графа Сумарокова-Эльстон, кавалергарда. Она переедет в Архангельское, имение Юсуповых. Там часто будут Элла с Сержем, Поле юная Татьяна, руки сердца, которые уже добиваются блестящие аристократы, но даже своему дневнику она не может доверить своей тайной любви к задумчивому и изящному Полю, бывающемуся с ней, сердечным и душевно открытым. Ее приводит в ужас мысль, что он может жениться на ком-нибудь, а не на них. Татьяну кружит вихрь балов. Очаровательно действует ей на нервы военные придворные. Алексис, Ивкин, Кауфман. После вальса с Полем она решается открыть ему свои чувства в письме. Да в дневнике появляется запись. Я слишком долго занималась им в мечтах. Я хотела выйти за него замуж. На это письмо второй Татьяны Лариной, новоявленный Онегин, так и не ответила. Мы не знаем, даже дошло ли оно до отресата, но, судя по его поведению в дальнейшем, скорее всего, дошло и было прочитано, и выводы сделаны. И точно известно, что в его душе был лишь пламень любви к заветной гречанке Саше. Он знал ее еще младенцем. В 1885 году мир облетела новость об их помолвке, о назначении свадьбы в Санкт-Петербурге по достижении ей совершеннолетия. В дневнике Татьяны Юсуповой появятся горестные строки. Она молится за него и скорбит о своих мечтах. Но вновь балы, и вновь нужно принимать приглашение на танец. Играли вальс, при звуках которого я увидела и полюбила поле. Это воспоминание так оживлено любовью, что я вздрогнула, записывает она в дневнике. У кузин Голицыных она видит прекрасные портреты Сержа и Эллы, а вот Поль на фоне Везувия, и, кажется, Голицына догадывается, что Юсупова влюблена. 14 февраля, воскресенье 1885 года Татьяна празднует свой последний день рождения, 20 лет. Пора перестать плакать, записывает она в дневнике. Не догадываясь о ее чувствах, счастливая Саша не означает дарит подруге очень красивую фотографию своего жениха Поля. А папа взволнован тревогой души Татьяны. 31 января 1886 года появился мой взрослый Поль с его доброй улыбкой. Он ни разу не танцует со мной. Я страдаю от этого. Ни разу его взгляд не падает на меня. Он улыбается другим, признается девушка. Разговорами о Поле папа заставляет меня плакать. Февраль. Феликс говорил, что свадьба Поля решена. Март. Я покорюсь судьбе, жизнь, невеселый бал. Неровнее я тебе, записывает в дневнике Татьяна той весной. Невозможно отныне быть счастливой. Не сумела я сохранить сокровища, дружбу и умру, не осуществив мечту всей моей жизни. Николай Борисович Юсупов уезжает в июне 1988 года в Берлин. Зина с Феликсом забирают грустящую по-любимому Татьяну к себе в Архангельское. Поле Саша в ожидании совершеннолетия невесты готовит свадьбу, назначенную на 1989 год. Они безмерно счастливы. Они часто бывают в Ильинском у Сержа с Элой. Но в Архангельское что-то не заглядывает. И это вновь печалит Татьяну. Переживания переходят в лихорадку. 24 июня Зина посылает отцу телеграмму. У Тани небольшой жар. 27 июня уже от имени Феликса Сумарокова в Берлин отправляется скорбное известие. Татьяна скончалась в полночь, не приходя в сознание, очень спокойно, без страданий. Все были ошеломлены уходом этого ангела. Чрезмерная восприимчивость, эмоциональное потрясение вызвало менингит. К 1892 году сестра Зинаида решила заказать скульптору Марку Антокольскому статую ангел по фотографии и словесному портрету. Мастеру удалось передать характер девушки, энергию ее движения ввысь, ее порывистость, одухотворенность, способность любить и быть, беззащитность в ее горе, такой возвышенной души. Юсуповые были безутешны. В их дворцовой галереи на мойке появится копия той статуи ангел, которой будет любоваться Феликс Феликсович Юсупов Сумароков Эльфстон и его друзья Дмитрий и Мария Павловичи, те самые дети поля. Не узнают они, что в феврале 18-го года могилу Татьяны Юсуповой в жажде наживы осквернят в Архангельском. Отряд красноармейцев, разочаровавшись в своих надеждах поживиться, они разобьют надгробие, исковеркают знаменитую статую, которая в 1939 году будет перенесена в чайный павильон и вновь отреставрирована. Останки Татьяны в слепой ненависти к русской аристократии будут выброшены в реку теми, кто безнаказанно натворил безумство именем революции. Вряд ли дети Павла Александровича вообще узнают о любви Татьяны к их отцу. Во всяком случае, в мемуарах великой княгини Марии Павловны нет ни строчки об этой истории. Для нее была важнее всего история любви, обожаемого отца и матери, угасшая за полтора года. А потом история с мачехой, мачехой-разлучницей Ольгой Писталькорс. Свадьба Павла и Александры, подхвалебные оды Афанасия и Афета, состоялась в 1889 году. И где-то 19 апреля 1890-го, по старому стилю, на свет появилась наша героиня Мария. Впереди у нее 68 лет жизни. То беззаботные, то драматичные. Это как качели. Нужно сказать, что ее мать, Александра Георгиевна, та самая греческая принцесса, была еще по-детски беспечна в своем счастье и любви к жизни. Ей нравилось проводить время с молодой парой, сержем и эллой. Молодые Александровичи, Николаевичи и Константиновичи своими семьями с детьми собирались в Ильинском, близ Соденцова, и проводили время на свежем воздухе. Играли в теннис, пили чай, кушали ягоды, устраивали постоянно костюмированные балы, катались на лошадях, рассматривали журналы мод и плавали на лодках по озеру. Саша оставалась сущей сыровей головой. Она любила прыгать в лобку с берега и делала это даже на восьмом месяце беременности, совершенно безрассудно, не слушая ничьих уговоров. Однажды она прыгнула неудачно, ударилась о бортик и потеряла сознание. В усадьбе не оказалось ни одного врача. Послали за медиками в город. Прибывшим врачам оставалось констатировать кому. Диагностировать совершенно разрушенные почки. И через неделю они приняли решение спасать младенца у угасающей матери. Дмитрий появился на свет, не увидев своей погибшей матери, а полуторагодовалая Мария все рвалась поцеловать ее фотографию, словно понимая, чего она лишилась в жизни. Молодой вдовец слег в тяжелой болезни. Он впал в депрессию. Что делать с малышами, он даже не представлял. А затем он отправился поправлять здоровье в Италию, оставив младенцев на попечении греческой бабушки и молодых Сержа с Эллой. Над могилой жены Поль поклялся не заводить более семьи, жить ради своих детей. И этой клятвой был свидетелем его любимый брат Серж. Серж с большой любовью взялся возиться с младенцами, бросив все свои дела, намеченные поездки. Он вставал к ним ночью на плач, не давал купать их гувернантам, все делал сам, оказавшись нежным и преданным воспитателем. В дневнике Сержа появились записи о первых зубках, о первых шагах, о первых словах. Вот этот дневник, исписанный его мелким почерком, он сохранился. Он писал, что как бы я хотел иметь детей, для меня не было бы большего рая на земле, но в браке с Эллой детей, к сожалению, у них не было. И всю вот эту любовь отцовскую он отдал осиротевшим племянникам. Он развлекал их, видя, как малыши тоскуют по родителям. По сути, Маша и Дима потеряли ведь не только мать, они лишились отца, который, вернувшись из Италии, закрутился в вихре светских удовольствий по возвращении в Санкт-Петербург. А Серж заходил в детскую, целовал обоих на ночь, заботливо подтыкал одеяло, склоняясь над их кроватками даже в своем корсаже. Он носил специальный корсет, который не давал ему чуть согнуться. Всю свою жизнь он мучился костным туберкулезом и поэтому держался слишком прямо. А серьезен он был от того, что болезнь сильно угнетала его. И любой его день начинался с горячей ванны и кумыса. Но дети заставляли забыть о болезнях. Элла занималась с ними в привычной своей суховатой манере. Она немножко ревновала их к мужу, но образование было поверхностным. Помимо обучения языкам и манерам, детей с юных лет готовили к великосветской жизни. Дмитрий станет гусаром. Мария будет листать модные журналы и даже шить себе наряды, как тетя Элла. Она будет мечтать поиграть с одежками, с куклами во время любимых визитов к своим родственникам. Детям Николая II у них были невероятные куклы в чемоданчиках. И там можно было менять наряды, переодевать их. И это очень-очень забавляло. Марии это очень нравилось. Марии учили покорности, кротости, дисциплине, самообладанию, пресекая любое проявление своей воли, личной инициативы и всего того, чем отличалась живая, энергичная, неугомонная девочка. Жизнь тогда ей все-таки казалась праздником, бесконечным сновидением, чередой удовольствий. Детей перевозили из усадьбы в усадьбу. Они заезжали к своим родственникам, дочерям Николая II. Они переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, когда Серж был назначен генерал-губернатором. Они меняли одну за другой усадьбы, царское село и московское Элинское в Сусово. По сути, Россию и ее народа они даже и не видели, и не знали, жили в золоченой клетке. Но оба ребенка были невероятно дружны. Они служили для каждого, опорой друг для друга. Это был их мир. Мир для них двоих. Тем не менее, Мария была очень энергичной. Она любила скакать верхом, стрелять из винтовки. Она играла в хоккей с мячом. Она каталась на лыжах. Она умела шить и вязать. Она легко учила языки. И больше всего любила играть с братом в лавяной солдатике. Мария была настроена своими воспитателями на создание семьи и жизни в какой-нибудь стране. Для нее должны были подобрать принца. Что творилось в начале 20 века в мире, ее не очень-то интересовало. Царских родственников ограждали от политики, тем более в таком юном возрасте. Дмитрий был записан в полк, готовился к службе. 1905 год принес серьезную проблему. Разграбили Ильинское. Воры разбили окно, влезли внутрь, забрали столовое серебро, натоптали, накурили, наелись, спокойно покинули дом. Марию это потрясло не лишением ценных вещей, а легкостью проникновения в их дом, рождением чувства незащищенности в этом мире. 16 февраля того года еще один счастливый случай спас детей от гибели. Вернее, уже подростков. Дядя повез их в Москве слушать Шаляпина в Большом театре. С большим интересом они смотрели через окно кареты на красавицу Москву. А профессиональный террорист и сэр и масон Борис Свинков, давно охотившийся на московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и мечтающий о лаврах убийцы Александра Второго, должен был дать знак своим соратникам, взмахнув платком, но в карету с гербом дяди Сережи, изнутри обитую белым шелком, должна была полететь бомба, а увидев лица юных Марии и Дмитрия, сияющие их глаза, Свинков решил вдруг не поднимать платка. Он спасет детей в этот раз и взмахнет им через два дня, подав знак Каляеву. Грянет роковой взрыв, и рыдающая тетя Элла прибежит на место трагедии и будет собирать куски тела своего мужа руками, складывая их на носилки, голову, руку, ноги, крест от матери и Евангелие. А сердце его найдут лишь через три дня на крыше соседнего дома. Тогда она и скажет, что жизнь из нее вытекла. И когда Каляев в тюрьме скажет, что однажды он не взорвал карету, потому что пожалел ее, она ответила ему, а почему вы думаете, что вы меня тогда с ним не убили? Дети осиротеют во второй раз, потому что дядя Сереж, их законный опекун, будет им так же дорог, как отец, столь же любимый, но далекий. Замкнется на оставшиеся 13 лет тетя Элла и вскоре уйдет в основанный ею Марфом Ринский монастырь молиться за душу покойного мужа, погибшего всего 47 лет от роду. Оставит она Марии и Дмитрию все свое земное богатство, какое могло быть у сестры-царицы и у великой княгини Елизаветы Федоровны. Ей оставалось совсем немного до своей Алапаевской Голгофы, и она не по своей воле покинет этот мир так рано, всего в 53 года. Около 1924 года Мария встретится за границей с этим человеком, который решил, что есть счастливые семьи, есть несчастливые семьи. Человеком, который лишил семьи двух подростков, о чем они будут говорить, останется тайной. Наверное, Мария будет удивлена выбором такого страшного пути убийцы-террориста, человеком, который был племянником известного художника и артиллерийского офицера Николая Ярошенко, братом художника из Бубнового Валета, Виктора, зять писателя Глеба Успенского, друга Зинаиды Гиппиус, соратника Керенского, даже кандидата на пост министра иностранных дел и этого поста в конце 18-го года он будет ожидать в Уфе. А еще с ним будут вести нелегитимные переговоры люди, которых трудно назвать друзьями России, что в ее имперский период, что в советский, Черчилль, Пилсудский, Муссолини. А уже сдав всех своих бывших соратников о власти, Цвинков найдет свой бесславный конец на мостовой Лубянке, после допроса выбросившись из окна. Но к тому времени дети, которых он осиротил, уже станут взрослыми людьми. Кстати, когда Марии было уже 6 лет, у нее появился младший брат, сводный. Только она узнает об этом в 12. Все детство и всю свою юность Мария и Дмитрий чувствовали к себе некоторое хладноватое отношение тети Эллы, особенно контрастное на фоне отцовской любви дяди Сержа. Это и ревность. Но когда Дмитрий поступил в полк уже после смерти Сержа, тетя решила выдать замуж племянницу за сына своей давней подруги. Вот она, на портрете Виктория Баденская, супруга шведского короля Густава V. Виктория попросила фотокарточку юной Марии. Ее сын, кронпринц Вилли, был чуть постарше ее, и он хотел жениться. Его пригласили с визитом в Россию, он провел лето в Ольгинском. Марию подготовили к тому, что ее брак имеет политическое значение. У Швеции сильная армия, лучше, если она будет союзной. О чувствах никто и не упоминал. Натиск тети, желавшей этого брака, показался девушке чудовищным и возмутительным. Единственное, о чем она могла просить об отстрочке своей свадьбы до наступления совершеннолетия, надеясь на рождение хоть каких-то чувств, хоть какой бы привязанности. Полное отсутствие всякой мысли о чувствах, лежащих в основе брака, возмущалась она. И писали об этом Элли, дедушка Георг и отец Павел. Павел Дмитрий провел отпуск с ними в Ильинском, услышав отзыв сестры о суженном ей. Лопоухий, высокий, сутулый, некрасивый, немногословный. Дмитрий сам хотел в этом убедиться. И брат со своей ступеньки мог бы добавить и абсолютно равнодушный к женщинам. Но интересы государства над всем брали вверх. День свадьбы в Павловске весной 1908 года приближался. Элла торопила племянницу. Ей нужно было уйти в монастырь. Отец приехал на венчание из Франции. Это был подарок от Николая II Марии к свадьбе. Николай простил отца. С возвращением Мария стала писать письмо жениху с намерением разорвать эту помолвку. Вилли письмо всерьез не воспринял. День свадьбы настал. Мария помнила тяжелое платье с серебряной парчи, свадебный бриллиантовый гарнитур Екатерины II, причем серьги с тяжелыми камнями так оттягивали ей мочки ушей, что она не выдержала и уже за столом повесила их на край своего фужера. После венчания молодоженов ожидала фотосъемка или, как сейчас модно говорить, фотосессия. Они позировали то в том углу, то в этом углу, то в этом зале дворца, то в другом. А наутро поезд и катер носили их в Швецию на новую родину. Правда, сначала был медовый месяц в Италии, визит во Францию, знакомство с новой семьей отца. Мария готовилась к своей новой жизни в Швеции. Она заранее даже купила перьевой шарф-боа цвет шведского флага. Тесть ждала ее с нетерпением как соратницу по конным скачкам охоте и теннису. Они оба были невероятно спортивные. Шведский язык принцесса выучила легко, еще будучи в России. И в июне 1908 года молодая улыбающаяся принцесса покорила серьезных северян своей жизнерадостностью. Фотохроника запечатлела ее появление в стране буквально каждый шаг. И в качестве поддержки с ними в Стокгольм отправился и брат Дмитрий. Посмотреть страну ему было это очень интересно и посмотреть на шведок прекрасных может быть и кого-то и себе присмотреть. Но он пока еще по-настоящему не задумался о своей жизни о семье. Он служил он был в гусарском полку все прекрасно все великолепно. И вот Стокгольм открылся перед ним величественный город немного похож на Петербург а потом родился принц Леонард можно сказать и Леня как его звали в России по-свойски. Приехали посмотреть на нового родственника Николая Второй с семьей в 1912 году Стокгольм готовился принять Олимпиаду и брат Дмитрий должен был выступать в конных состязаниях в личном общем зачете а его сестра то шведский хоккей представляет то скачет на лошадях то присутствует на открытии этой Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году и нация Швеции гордится своей кронц принцессой. Продолжение следует...